Продолжаем с третьего стиха. «Но они идти так, бывшего со мной, хотя и эллины не принуждали обрезываться. А вкравшимся лжебратьям, скрыто приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы нечасто не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовествование для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру апостольству и обрезанных содействовал мне у язычников, и узнав о благодати данной мне, Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемый столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда мы посмотрим послание апостола Шауля, то мы увидим, что везде он собирал подаяния для неимущих Иерусалимской церкви. Это было буквальным исполнением того, о чем ему сказали после того посещения Иерусалима. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова я вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине, не евангельски, то сказал Петру. При всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Сейчас мы будем рассматривать отрезок, который рассказывает апостол Шауль о встрече его с апостолом Петром и поступках апостола Петра, когда он жил среди язычников. Казалось бы, сложный или легкий вообще вопрос? В чем сложность? Мы не задаем деканам вопросы. Мы задаем вопросы студентам. Итак, в чем сложность? Что вы сложного видите в отрывке? Когда Петр пришел в Антиохию, то и лично противостал ему, потому что он подвергался нареканиям. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнау был увлечен их лицемерием. Но когда же увидели, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказали Петру, при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычке, а не по-иудейски, то для чего язычников прожидаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников и грешники. Что сложно в этом отрывке? Так, еще какие варианты есть? Подвергался опасности или становился ритуально нечистым? Еще какие идеи? Я не прошу вас пересказывать содержание. Но на самом деле мы только что прочитали. Поэтому не стоит цитировать еще, еще раз. Мы дважды прочитали. Я могу еще раз прочитать. Надо? Еще раз. Вопрос как звучит? В чем сложность понимания данного отрывка? Вот вы мне и ответьте на вопрос, в чем сложность? Мне ничего объяснять пока не надо. Вы определите для себя сложность. Вы мне пытаетесь что-то объяснить. Правильно? А я спрошу, в чем затруднение? Разницу в вопросе понимаете? Еще раз. Смотрите. Обычно я задаю вам вопрос и требую от вас ответа на поставленный вопрос. Сейчас я делаю вещь другую. Я прошу вас определиться с вопросом. Вы определяетесь с ответом, который вы сами себе поставили, и на него же даете мне ответ. А я вас спрошу, какие затруднения у вас возникают в понимании этого отрывка? В чем затруднение? Что вы не понимаете? Я спросил. Сложный отрывок? Говорите. Да, сложный. Я спросил. В чем есть затруднение? Теперь понятно. Окей. У нас просто в том, что в чем сложность нет, что вы такие уже братья, помнили ли вы нищих? Мы читаем. Я прошу прощения, с какого стиха? Соследний. Почему я поступил так? Покажите мне, пожалуйста, нищих в одиннадцатом стихе и лжебратьев. Нет, подождите. Давайте мы будем не говорить. Ну, ладно. Я не знаю. Мне писать вопросы. Что мне сделать? Мы рассматриваем вопрос с одиннадцатого стиха. У вас есть вопросы до одиннадцатого стиха? Давайте разбирать вопросы до одиннадцатого стиха. Ну, что делать? Друзья мои, давайте мы будем какими-то здравыми людьми. Мы никогда не закончим. Мы разбирали все. Мы разбирали о тех людях, которые пришли и сказали. Мои хорошие, Иванли, который проповедовал апостол Шауль, не есть истина Иванли. Не хватает туда Бритмилы. И объясняли это на протяжении трех дней. Теперь смахнули под солба и спросили. А кто-то болит? Ну, как вам еще шаловечь все время? Я читаю, начиная с одиннадцатого стиха и дальше. И спрашиваю, какие вопросы есть с одиннадцатого и дальше. Можно мы будем все находиться в чем-то одном? А не я спрашиваю по одиннадцатый и дальше, и вы начинаете с первого по одиннадцатый. По десятый спрашиваю. Ну, как так можно вообще что-то изучать? Мы можем поступить иначе. Я дам материал, а дальше гуляйте, что хотите. Понимаете, не понимаете, развлекайтесь, как хотите. Ну, так нельзя учить материал. Послушайте, я приезжаю сюда, чтобы заставить вас думать. Думать не на ту тему, которая вам сейчас пришла в голову, и вы именно сейчас захотели подумать о звездах, о небе, задать вопрос из бытия или из книги Откровения. Мы изучаем послание Галата. Это понятно? И смотрим с одиннадцатого стиха и дальше. Больше я ничего не хочу понимать. Я задаю вам вопрос. Вам все понятно в этом отрывке Писания? Говорит, нет, вообще сложно для понимания отрывок. Говорю, определитесь с вопросом. Да, говорит, есть вопрос. Только что так пораньше? Ну, странно вообще вся эта история выглядит. Как по мне, ну, весьма странно. Мы тратим время непонятно на что. Пожалуйста, есть понимание. Если у вас нет вопросов, я начну их задавать. У меня не с... Мне с вопросами очень легко. Я сейчас начну задавать вопросы по этому месту Писания. Что имел в виду апостол Шеуль, когда говорил апостолу Павлу о том, что он живет? Петру, извините. Хороший вопрос. Еще какие вопросы есть? О, второй вопрос. Так, отлично. Дальше. Ну, это по-аудейски. Это в той же. Дальше. Есть вопрос? Мог. В какого? Язычник мог верить в Бога? В какого? Тогда он, по идее, становился кем? Да, тогда другая. Хорошо. Ладно, проехали. Угу. Больше вопросов нет? Пока нет, да? Все остальное понятно, да? Он, это кто? Ну, кто подтверждал, подвергался нареканию? Ну, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично... Он лично противостал ему, потому что я, наверное, на него прорывал? Да. А он подвергался? А он подвергался? А он подвергался нареканию. Ибо, потому что, до прибытия некоторых от Иакова... У нас есть ребята, которые живут... Да? Смотрим еще раз в текст. Когда же Петр пришел? Куда? Антиохийская церковь состояла в основном из... Верующих из язычников. Пришел туда кто? Был там кто у нас? А были еще кто? Некоторые? Ага. Хоть определились со списком действующих лиц. Ну, да. Варнава, он вместе с Павлом был. Еще у нас есть. Теперь мы определились полностью со списком действующих лиц. Все есть верующие из язычников, из Павла, Гварнава, Петр и некоторые от Иакова. Разобрались. Еще вопросы есть? Я думаю, что он просто кушал. Да, оказывается, он понимал, что когда пришли от Иакова, то он, очевидно, в глазах людей, которые пришли от Иакова, что-то делал не так. Так, что он делал не так? Ушел. Нормально. Может, еще раз. Сейчас я прощу, что Иван кушает. Может, он кушает. Может, пять лет. Может. Ну, что он там, где-то, 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 где-то. Ну, что интересно, простите. Будучи, Кристиан, разве они не знают, что мы, Кристиан, мы едины, что язычники, что игры, уже можно не смеяться? Я прошу прощения. Откуда им это знать? Я прошу прощения. Откуда им об этом? Да, откуда им знать? Вы говорите, разве они не знали? А я спрашиваю, а откуда они могли знать? В Ефесянах написано, я понял, хорошо. Спасибо. Хорошо. Еще было не написано даже. Откуда они могли об этом знать? Я прошу прощения. Вы какую книжечку открыли? А закройте теперь. Можно открывать. Вот. Вы можете открывать легко. Вот легко вы можете открывать. Вот это вы можете легко открывать. Вот это вы не открываете. То есть, вот эту часть не открывайте. Ну, очевидно, да. Откуда они знали? Не, подождите. Вы спросили меня, откуда, разве они не знали? Вы спросите, разве они не знали? Вы же спрашиваете, разве они не знали? Я спрашиваю, откуда они могли знать? Вот я вам дал возможность показать, откуда они могли об этом знать. Ну, начинайте. Вы же даже Библию что-то не хотите открывать. Что значит, получается? Я прошу прощения. Я вам дал Тору. Я вам дал возможность открывать, что? Тонах. Открывайте и показывайте. Что они должны знать? Ну? Ну, почему они ничего не знают? Ну, что-то они не знают. В ответ будет тишина. Я понял. Стираем. Объясняем. Единственный источник откровения, существующий на тот период времени, и он существовал практически до 4 века. Этот источник называется как? Скажите мне, пожалуйста, у вас была история по учению относительно того, как канонизировалась Библия? Ну, у 2-го курса, у которого был, кто слушал это? Поднимите руки. Раз. Все. Фантастика. Канонизирование текстов. Какой текст считать каноном? Валерий Иванович. Нет. Саша. Саша рассказывал, Валерий Иванович. Ну, уже понятно. Общая картинка уже понятна, да. Писали с Талмудой и писали с Талмудой. Я не против. Послушайте, вопрос не в Талмуде и Танахе. Еще раз. Вопрос не в Талмуде и не Танахе. Вопрос канонизации Библии. Вопрос канонического текста. Вообще вопрос канона. Что является для нас Словом Божьим? То, что вы держите в руках, является для вас Словом Божьим? А откуда вы знаете об этом? Кто вам это сказал? Канонический – это хорошее словосочетание. А что это за канон, когда он возник? Молодец. Это хорошая история вообще. Это вообще фантастика. Да, сейчас фантастика. Я даже понимаю, что это были не звери. Они Словом Божьим, которые принимали Словом Божьим. Отлично. Отлично. Вы приблизительно представляете, в каком веке возник канон? Четвертый? Ага, до шестнадцатого. Речь шла до шестнадцатого. Споры о каноничестве, о некоторых книгах велись до шестнадцатого века. И вы знаете, что есть разные каноны. Я прошу прощения, а вы пользуетесь каноном каким? А он откуда возник? Если мы говорим о каноничности книг Танаха, то вы знаете, на основании чего принят канон Танаха? Тора – это хорошее слово, но Тора – это пятикнижье Моисея, извините. Это еще не весь Танах. Ну, во всяком случае, у них был Танах. Что у слова, пускай останется пока загадкой. Да? Вы знаете? Откуда? Да. А я… Это отлично. Вы даже три слова знаете. А какое количество книг туда вошло? Тогда. А что вы считать будете? Какие? В какой? Ну, вы понимаете, что вы не понимаете? О чем вы даже говорите в принципе. Интересно, сколько книг было в Септуагенте? Вы, ну, послушайте, ну, вы ведете себя таким образом, что у меня есть какое-то скромное желание вас выставить за дверь. По одной простой причине. Я вас просил не употреблять слово «наверное». Я с вами не играю в догадки. Я же просил первый день об этом. А почему же вы нарушаете то, о чем мы с вами договорились? Я же задаю вопрос. Вы знаете? Я спросил вас как? О чем вы догадываетесь? Что вы предполагаете или что вы знаете? О чем я вас спросил? Не знаете. Я знаю, что вы не знаете. Потому что количество книг, которые написаны были и переведены в Септуагенте, отличается от количества книг, которые вы держите у себя в руках. И вы считаете не одно и то же. Не все книги, которые вошли в Септуагенту, переведены и вошли в канон. Вы об этом знаете? Уже поняли, что не знаете. О чем мы тогда тратим время? О чем мы просто разговариваем? Мои хорошие, вам нужно обладать элементарными базовыми понятиями, те, о которых мы говорим. На тот период времени не было, не было Нового Завета и посланий Нового Завета не было. Если Галатам написали Галатам, то к которым мы послали Галатам, у них пока еще ничего не было. И из Эфеса им еще могли не успеть передать послание. И из Рима могли не передать послание. И Лука им не отправлял книгу свою деяние. У них не было еще многих вещей. В общем-то, есть вопросы по датировке посланий к Галатам, но я это уже с вами не разбираю. Когда было написано послание к Галатам до Первого Иерусалимского Собора или после Первого Иерусалимского Собора? Это тоже очень важный момент, но мы его опускаем. Но на сегодняшний день вы должны понимать, что когда Иешуа ходил по этой земле, Нового Завета не было. Не было вообще Нового Завета. Как книг, ну даже теоретически не было. Апостолы ничего не писали, Евангелие не были написаны, послания не были написаны. Евреи могли пользоваться только Танахом. Больше ничем. Когда началась проповедь Евангелия, появляются какие-то отдельные послания, которые пишут одни и другие, но в основании может лежать только что Танах. И даже послание апостола Шауля, это не канон еще, это его понимание того процесса. Он есть посланник, он несет посланничество. Он несет это посланничество вот в эту церковь. Он приходит и дает послание этой церкви. А эта может ничего не знать. Эту церковь может насаждать кто-то другой. И у них элементарная проблема. У них элементарная проблема. Он пришел, насадил церковь, пришли другие и рассказали другое. У него есть текст, которому он может сказать, вы что, Нового Завета не читали? Вы что, все заболели? Там возьмите Нового Завета, все прописано. Он обращается к этим ребятам и говорит, вы не поняли вообще происходящего, суть происходящего. Я вам объясняю, как я уверовал. Я вам объясняю суть откровения, которую я получил. Я вам рассказываю свидетельство о той жизни, в которой я жил. Я вам рассказываю о том, что я потом ходил спустя 14 лет в Иерусалим. Предложил той Евангелие и путь, которым уверовавшие из язычников могут войти в Новый Завет. Я предложил апостолам. И апостолы не принуждали обрезываться. Не было у них такой нужды. И были те, которые, в общем-то, не совсем братья, которые подсматривали, подглядывали за нашей свободой. Но мы не угождали им. Мы ничего не делали для того, чтобы свобода ваша, она осталась. И послушайте, я вам расскажу одну историю, которая произошла в Антиохии. И он начинает рассказывать им антиохийскую историю. И он говорит, послушайте, в Антиохии были ребята, верующие из язычников. В Антиохии был я, был Петр, был Варнава. И пришли некоторые от Иакова. И развернулся конфликт. Конфликт на основании... Что тут непонятного? Какая ерунда? О чем мы говорим? О том, кто с кем кушал? На самом деле, да, мы говорим именно, не что кушал, а кто с кем кушал. Скажите мне, пожалуйста, мы читали с вами видение Петра. И когда спускался с неба полотно, на котором были различные животные. Бог обращается к Петру и говорит, заколи и ешь. Что он сказал? Я, говорит, не буду. Он говорит, ты не понял. Я тебе говорю, заколи и что? Ешь. Говорит, не буду. А тут он ломанулся, просто есть свинину. Да? Ну, я просто хочу, чтобы вы понимали, что вы говорите. Петр тогда сел после этого введения. Он понимал, что это введение сверхъестественное? Он понимал, что он от Бога. Он понимал, что Бог требует с него. Он сел, и что он спросил? Что Петр спросил? Девятнадцатый стих. Десятая глава. Что Петр спрашивает? Размышлял о видении. И что он размышлял о видении? Что бы это? Там написано, есть или не есть? А о чем он размышлял? Что это значит? Если бы он размышлял, есть или не есть, то он бы, наверное, уже ел. Потому что было прямое повеление. Но он понимал, что Бог не может от него этого требовать. И когда пришли ему от Корнили, он говорит, аааа, теперь я понял, о чем идет речь. О еде. Да? Нет. Оказывается, что Петр не понял, что речь идет о еде. Наверное, недогадливый был. Бог говорил о еде. На самом деле, не надо было идти к Корнилию, надо было идти свинку кушать. Или Петр все-таки правильно понял? Правильно понял. Ура! Петр, спасибо ему. Придем на небо. Отдельное спасибо скажем, что он понял Бога правильно. И пошел к Корнилию. Все, ура. С этим хоть разобрались. Но после этого у Петра, наверное, остался вопрос, кушать ли ему свинину. Не остался. Наверное, нет. То есть, есть шанс, что все-таки остался. Павел поэтому говорит, что мы не из язычников. Говорит, мы, кстати, хотел вас предупредить, не из язычников. Не остался. Спасибо. Оказывается, не осталось у них вопросов, кушать им свинину или нет. Они ее по-прежнему не ели. Они же были евреи, не украинцы. Это понятно? Послушайте, они были евреями. Мог бы Павел сказать и призвать к себе время знатнейших из иудеев, при том, что он хрят со свинину. О чем с ним было, можно говорить? Когда он говорит, я ничего не сделал против закону элитических преданий. Он говорит, я же преданий не нарушал. Я ничего против преданий не делал. И при этом кушал свинину с успехом. Да? Ну как такие мысли могут нам в голову помещаться? Ну как? Ну просто чисто теоретически. Чего мы над этим размышляем? Вопрос-то не в пище, мои хорошие. Вопрос в принципе не в пище. И когда мы живем во время Нового Завета, вопрос точно не в пище. Мы точно так же много уделяем внимание внешней части пищи точно так же, как и бритмилен. Не глядя в суть вопроса. Мы размышляем о том, что они ели, вместо того, чтобы ответить вопрос, о чем вообще речь? О чем вообще речь? Какая проблема? Целый кипиш. Целый кипиш. Нарекания, противостояние, конфликт из-за того, что ели или с кем ели. Уже достаточно того, что ели с ними. Неважно при этом, что они ели. Проблема в том, что они ели. С ними. И проблема не шуточная. Проблема разделения. Разделения на вызоветних верующих, которые, по идее, должны составлять одно целое. Можем ли мы состоять одно целое, если мы вместе за стол не можем сесть? Прием пищи, прием пищи является одним из очень важных моментов принятия человека. прием пищи является одним из очень важных моментов принятия человека. Нет, стола, нет торы. Тоже. Но она немножко к другому относится. Сейчас мы говорим о другой части. Представьте себе, если вы приходите в какой-либо дом, а хозяин дома с вами не ест за одним столом. Как вы себя чувствуете? Как вы себя почувствуете, если вам накроют в одном месте, а хозяева будут кушать в другом месте? А? Ну, вы будете чувствовать, что вы одна семья, вы как бы единая, да? Вы так будете себя чувствовать? Нет. Почему? Странно, правда? Вопрос принятия это вопрос разделения пищи. До сегодняшнего дня, если вы придете к баптистам в баптистское братство, и вас пригласили за один стол, то знаете, что вас принимают как брата. Потому что там не всех приглашают за стол. Понятно? До сегодняшнего дня вопрос принятия это вопрос разделения пищи. Мы не часто встречаемся с бомжами, да? Ну, бывают такие случаи, я не знаю, раньше было более часто в Киеве, сейчас я не помню, когда последний раз такое было, но раньше люди приходили, звонили в дверь и говорили, дайте поесть. Это не смешно, но это было. Что мы делали? Выносили им. Мы хотели, чтобы эти люди зашли в дом и кушали с нами? Нет, конечно, причем. Заметьте, нет, конечно. Так вот, в противовес этому была третья десятина, которая должна была храниться в доме у евреев. Эту десятину надо было давать на вынос или он должен был прийти и есть? Садитесь два. Есть вместе с вами за одним столом. Бог не разрешал унижать неимущих. когда вы выносите и говорите вот ты не переступай порог моего дома, вот тебе иди там, иди. Вы уважаете этого человека? Или вы говорите заходи дорогой, садись вместе со мной за стол, я буду с тобой кушать. Есть разница? Если вы стоите с той стороны за дверью, как вы будете себя чувствовать когда вас пригласили за стол, посадили за стол, хозяева, дети их, все сели за один стол, и вы кушаете за этим столом. Как вы себя будете чувствовать? Хорошо. Вас что? Приняли. Если вам дали кусок хлеба и говорят, все, пока, вы будете чувствовать себя принятым? Вопрос разделения пищи оказывается – это вопрос принятия. Понятно? Он не такой простой вопрос. Это не вопрос, что мы едим, а вопрос, с кем мы едим. Или с кем мы, извините, не едим. с кем мы